Чистые игры звучит как название для остросюжетного сериала. На деле новый экологический проект от ивановской молодежи. Ребята решили регулярно проводить в регионе акции по сбору мусора в необычной для этого тривиального занятия в форме квеста. Впервые чистые игры прошли в Санкт-Петербурге, то есть это питерский проект. Они были в 2014 году и с тех пор уже прошло около 80 игр в 33 регионах нашей страны. Точку для первой игры уже подобрали. Это район кольца второго автобуса. Активисты шутят в местной лесополосе, мусора хватит не на один квест. Сейчас ребята осматривают местность и определяют, где поставить точки сбора мусора и как скоординировать группы. Суть игр заключается в том, что люди сначала берут весь инвентарь, потом понимают, где находятся склады и куда им нужно относить мусор. На этих складах они будут оставлять полные мусоромешки. Потом им объясняют, что это командное соревнование и они просто берут все, что им нужно и идут в лес на скорость собирать мусор. На первую чистую игру активисты ожидают около 50 участников. Их разделят на 12 команд. Победит та, которая за отведенное время соберет больше отходов. Баллы добавляют за отсортированный по фракции мусор, пластик, стекло, железо. Есть отдельная номинация артефакты за самый оригинальный предмет, который участники сумеют найти. Несмотря на интересные идеи без поддержки спонсоров, привести столь масштабный проект в действие ребятам очень сложно. В данный момент мы очень активно ищем спонсоров этого мероприятия, так как это командное соревнование. Нам потребуются спонсоры на то, чтобы наградить наших участников. И соответственно мы ищем опять же волонтеров, мы ищем участников. Тех, кто готов поучаствовать в самом мероприятии. Вывести мусор активистам обещали помочь в управлении благоустройства. Отсортированные отходы заберет Иванова вторма. Для того, чтобы призвать самих ивановцев к чистоте, ребята развесят вот такие плакаты. Для участников игр запланирована насыщенная программа, с которой даже уборка мусора сможет превратиться в праздник. Мы сможем очистить поляну от мусора. Это будет сделано в игровой форме. То есть это будет весело, интересно и в то же время полезно для природы. Но ребята в наше время хотят хорошо провести время. То есть для них придумают увлекательное задание. И мы вместе сможем прибрать полянку. Первая игра запланирована на 29 июля. Активисты хотят пригласить на чистые игры представителей власти. А вот вторую игру ребята собираются сделать по заказу Ивановского департамента экологии. В планах креативная уборка на Валдайском озере.